Вот это из идиота выдержка. Вот вы дивитесь на Павлищева, вы все приписываете ему сумасшествию или доброте, но это не так. И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша. У нас, коль в католичество перейдет, то уж непременно и иезуитом станет, да еще и самых подземных. Коль и теистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть стало быть и мечом. Отчего это? Отчего разом такое иступление? Неужто не знаете? От того, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел и обрадовался. Берег, землю нашел и бросился ее целовать. Не из одного ведь тщеславия? Не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты. А и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали. А атеистам же так легко сделать русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в ноль. Такова наша жажда. Кто почву под собой не имеет, тот и Бога не имеет. Это не мое выражение, это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил. Он, правда, не так выразился. Он сказал, кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался. Ведь подумай только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались. Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм, даже, может, и поглубже еще. Но вот до чего доходила тоска. Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег нового света. Откройте русскому человеку русский свет. Дайте отыскать ему это золото. Это сокровище сокрыто от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его. Может быть, одной только русскую мысль, русским Богом и Христом, и увидите, какой спалин могучий, правдивый, мудрый, кроткий вырастет предизумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор. И это чем дальше, тем больше. Представляете, сейчас эта бездна раскрылась. И мир испуган и изумлен, ибо варварство мы явили в полной мере и насилие, и меч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok